не спросила совет как как ты им сообщила вам я выхожу замуж да на самом деле меня очень сильно оберегали очень сильно и я помню что мой папа вообще он был моим первым менеджером он никому не давал подписать со мной какой-то контракт или еще что-то не предлагали помню всегда сидел читал нервно курил эти контракты и потом нет мы это не будем подписывать я поняла что действительно он был прав но совсем ребенок там была и мне конечно хотелось быстрее там куда-то вперед и он всегда был со мной рядом ну так получилось что он остался без работы вот ну решили потом что вот будем заниматься одним делом мама мне шила костюмы значит сценические дома там все-все-все приду раз новое платье приду новое платье вот и а папа был вот таким вот можно сказать директором менеджером еще как-то там и я помню мама моя у меня уже было 21 год папе один раз говорит вова ну ты хоть рядом встань где-нибудь отойди от нее пусть хоть у них не подходит тебя все боятся и вообще никто не подойдет так уже никогда я помню он стоит я после этого разговора стоим за кулисами он так пытается как-то отойти не хочет раз так отойдет отойдет и обязательно кто-нибудь подойдет в этот момент раз так что то там говорят говорят папа только что вы хотели а не спасибо чего извините пожалуйста а почему сейчас папа с тобой не работает что произошло ну дело в том что но мы уже не в ташкенте там у нас уже были налажены все а он работал собой то да он работал со мной в ташкенте сейчас уже как вам сказать многое изменилось и потом нет сейчас таких вот здесь вот связи чтобы папа мог тоже здесь как-то так так интересно вроде программа космополитен а игрушки мишки какие-то я думал деть будут туфельки сережки какие-то новой студии вот относительно недавно это нам здесь так нравится я вообще не представляю тебя какой-нибудь там свой там кидающий там чашки но я думаю естественно что я не буду же все мы когда выходим мы все такие то есть было мягкие да и скажи что ты кинула последний раз нет я не кидаю у меня есть такое тренажер такой вот красный манекен тоже можно побить да а дети спрашивают мама что там делаешь они знают они помогают групповое избиение тренировочка представим что вот это вот твой знаменитый красный мужик дима подушку под подсвержет и пробьет сейчас через 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 дверь так так ну на мягкость слишком а подожди подожди у нас есть вот вот это говорю не обдеру я себе руки товарищи а вообще бывало что ты вот оба и нецензурно выругалась но и ну естественно что я аж прям не этот не кукла естественно иногда бывают какие-то эмоции но это самое любимое слово нет я не буду говорить я всегда говорю так вот я не буду говорить а я группе сет вместо этого не ну вот это матешина слова что ли пипец да если правильно произнести как я просто сейчас я вот в таком варианте да произношу нет ну а ты вот у тебя какое нет 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 вот не знаю там блин блин или по-русски вот блин говорят были мне кажется всем некрасиво это девушки приготовила лепешки эти вкусные взяла скорка обошлась и они падают на пол и даже я сегодня в гостях у программы космополитен видео версия певица сагдиана тема программы неравные браки а как ты относишься к девушкам которые ходят вот на таких вот шпилища нормально кому как нравится нет ну я еще у меня такой рост как бы такой немаленький если я еще 74 75 а сколько муж тебя какого роста 72 то есть ты когда идешь в паре сможем какое-нибудь там мероприятие там в театр допустим нет я одеваю каблук вот такой нормально мне кажется его ничего не 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 этот не смущает как бы да и меня в принципе тоже а сколько стоят твои часы сколько там бриллиантов честно я даже не что даже не думала их считать ну когда будет рейс задерживать самолете будешь чем заняться посмотрите да ну я думаю что если их покупать в магазине без скидки то порядка ста тысяч числовных единиц я думаю что они стоят спокойно что ты вообще даришь своему мужу я люблю дарить одежду я смотрю по гардеробу если уже например вот то я чувствую чего-то не хватает или что-то уже как-то так требует замены я ты следишь за мужем за гардеробом мужа да получается мне это приятно то есть но я могу и от пиджака до рубашки и галстука джемперы нет не умею это очень легко тебе научить очень легко давай на тебе вот мы сейчас научим тебя завязывать галстук смотри это все делается очень просто сделается из длинной части такой навес потом этим пальчиком придерживаем то есть мы практически его вот закрутили а теперь вот эту штучку просто-напросто нужно вот сюда вот так вставить и закрутить но это на один узел то есть он будет одноузловый смотрите оригинальный даже шарфик а теперь сама а я хочу поню завязать да да длижнее другого тогда да так потом вон тем вот так да вот так вот так отсюда сюда нет вот его смотри вот так правильно а теперь а вот сюда подожди что-то я сделал нет все правильно вот отсюда сюда а потом вот эту штучку он туда сюда практически так с первого раза он попробуем сжали нас нет галстука дали да практически да да и даже двигается да а вот здесь все это платье очень красиво давать вот так вот понятно вот посмотрите как красиво плохого противец к противец сказать не может никто а вот что именно сказали наши отечественные звезды в нашем специальном репортаже посмотрите интересно сегдиана это всегда а ухоженная такая грациозная девушка и еще и очень любит моя подруга мой сегдиана шикарная женщина девушка она восточного типа да с черными глазами черными волосами такая эффектная я очень часто путаю шасмин вышла замуж я знаю что она счастлива сейчас в браке она мне нравится своим воспитанием своей дежность загадочность хорошие песни клипы тоже дай бог чтобы у нее карьера удалось как певицы конечно уже ну как приятно ну конечно приятно спасибо тебе большое за что пришла к нам в гости и если что приходи еще на новости пожалуйста позвольте я провожу следующую субботу к нам придет такой шикарный гость увидимся ровно через неделю пока не очень понравилась программа были замечательные ведущие интересные вопросы очень очень красивая хорошая теплая атмосфера в следующий раз если у меня получится пригласят на эту передачу я с удовольствием приду и обязательно приведу своего сынишку потому что здесь очень много игрушек и очень хорошие люди